МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это общество, еще член Союза журналистов Российской Федерации. Добрый день. А вы, дорогие телезрители, можете звонить нам по телефону 3190, задавать свои вопросы, что бы вы, может быть, хотели, чем бы занялось это общество. Может, про него что-то знаете. Если не знаете, то, соответственно, спрашивайте, а чем занимается. Все-таки Тверская история, она насчитывает далеко не одну сотню лет, поэтому, я думаю, задач еще много. Ну что ж, уважаемые гости, мне, знаете, вначале хочется спросить, между всех вас. А что вот вы знали про Михаила Тверского в советское время? В 70-е годы, в 80-е. Когда вы вообще впервые узнали? Я, к примеру, знаете, я про него узнал в году, наверное, в 84-м. Я любил историю, и хотя я еще учился в начальном классе, и в начальных классах скупал учебники истории, ну, СССР. А к ним, может, помните, прилагались, типа, хрестоматии. То есть, тоже такая, тоже аналогичная по объему. И там вот как раз за седьмой класс, это седьмой класс был, помните, историю Руси изучали сначала в седьмом классе. Вот там как раз вот я все вот это уже вычитал у Михаила Тверской, вот эта вся история его, особенно, пленения, как узбек-то сказал, с собой. То есть, я все это знаю сразу, говорю, с начальной школы. В каком году? Ну, я говорю, это год 84-й был. Конечно. Это уже потому что научили, да. Ну, в том числе и будущие члены общества Тверской. А вы когда вот о нем узнали впервые? Могу сказать я. Конечно. Поскольку Церши, уезжая служить на Дальний Восток, купила иконопись деревни Твери. Там был. Когда это было? 1973 год. Там был, миниатюра была. И несколько слов. Дальше в военной библиотеке найти ничего невозможно. У нас не было интернета, естественно, поэтому, естественно, ничего не знал. Приезжали домой через год. Вернулись в 1987 году. Со всех углов Михаила Тверской. У меня дед Михаил. Правда, наверное, от Черниговских Михаил получил. Никто ничего не говорил. Ни в школе, ни в вузе. Я закончила Московский государственный университет филолог. Ни дома, ни на работе. Вот 1987 год. Но поскольку все знали Михаила Тверского, я решила заняться женщинами, о которых никто не говорила. Ажелика Юрьевна, а вы? Вы знаете, наверное, мне как-то больше повезло, потому что, когда я приехала в Тверь, а сама я приехала из Калужской области поступать в Тверской государственный университет. Это случилось в 1991 году. И, как вы понимаете, о Михаиле Тверском уже говорили все. И поэтому, да, будучи студенткой, я познакомилась с этой личностью. Естественно, меня привлекла эта вся история. Но могу сказать так. Знаете, даже когда я уже была в аспирантуре и преподавала древнерусскую литературу студентам, мы тоже читали о Михаиле Тверском. Эта история, конечно, вызывала у меня уважение, но не становилась для меня чем-то таким, знаете, совсем знаковым, чтобы я могла посвятить свою жизнь этому. Вот прям путеводной звездой Михаил Тверской для меня стал в 1917 году. Это прям случилось действительно чудо. Когда я работала редактором газеты «Этномир», ко мне пришел Бекхан Ведзижев, полномочный представитель республики Ингушетия, совершенно по другим делам. И вдруг он мне в разговоре начинает говорить о Михаиле Тверской, Ингушетии. А у нас есть легенда. Легенда о Михаиле, владетеле Теварграда. И вот прям в один момент, в один момент, моя судьба изменилась. Вот такая вот интересная история. С 1991 года, да, это все вот стянулось, стянулось, стянулось. А потом раз, и можно сказать, я перешла на другой уровень. И теперь я понимаю, что Михаил Тверской меня призвал. Ну, в 12-м году. Я так говорила громко. Княгиня Ксении, у меня даже фотографии есть, мы с вами. То есть книга Княгиня Ксении была, но не затронула. А Галина Сергеевна была не преподавателем, а я помню, что я студентов приводила в библиотеку. Я помню, что даже Галина Сергеевна свою книжку мне, в которой я рассказывала об Анне Кашинской, о женщине. Ксении. От Княжевского дома, да, она мне ее подписала. Сергей Владимирович, а вы? Ну, знаете, мой случай, наверное, не самый типичный. Дело в том, что образ Михаила Тверского в мою душу вошел в тот самый день, ну, не в тот самый день, но в тот самый год, когда я вообще приехал в этот город. Мне было 15 лет. Это было в 1962 году. И вот как по своей такой привычке, московской, до этого я жил в Москве, учился там, я пошел в картинную галерею и видел там вот эти знаменитые картины Орлова. Они меня совершенно потрясли. Хотя, конечно, может быть, там качество живописи еще такое спорное, вот, но вот я увидел, что я приехал действительно в очень древний город. Вот. И вот это чувство, эта мысль, ну, наверное, прожидала меня вот все эти годы. А что вы почему сказали, как интересно? Ну, потому что интересно, ну, я была в картинной галерее, но почему-то на другие, наверное, обращала вещи. Ну, может быть, подростковое восприятие было более таким острым, неожиданным. Это вот те самые картины, где изображаются убийства. Да, 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 убийства Михаила Трешко. То есть, для меня вот это было, да. Ну, мальчиковая такая тема. Да, да. А потом, понимаете, вот опять эта тема «Тверь-Москва». Да, я приехал из Москвы в Тверь. И вот, да, я еще узнал о том, что вообще тут был какой-то конфликт Тверь с Москвой. Вот. И вроде как бы Тверь вот проиграла в итоге. Почему мне стало обидно за Тверь? Ну, у меня, кстати, в картине тоже вопрос, конечно, там убивают его человека с явно азиатской внешностью, а убили свои русские. Романец. Романец. Ну, он же русский. Русский Роман. Русский. Свои русские-то убили, на самом деле, Михаила Тверского-то никакие не ордынцы. Ордынцы, как всегда, это как Бартеневское сражение, как любят нас. Не знаю, зачем говорить, что мы победили, монгол. А сколько я читал, сколько я с краеведами рассказал. Монголы стояли, для них это, как говорят сейчас молодежь, попкорн ели. И наблюдали, как русские режут русских, к их большому удовольствию. Они только рады были, что мы друг друга с москвичами убивали. Я думаю, никто никого не резал. Вы думаете, в картине сражения не было? Было. Как это было? Было. Вы понимаете, очень короткая ночь. Очень короткая. Это у нас с вами 22 декабря. Как же короткая? Длинная, наоборот. Да. Ой, прошу прощения, очень короткий день. День короткий, понимаете? И поэтому, как Михаилу удалось подойти скрытно, можно же было, ну, снегу вы там, если будете, вот, да, Степурина, там, когда снег, вы по пояс идете, что называется. Нет, он ходил как раз. И мы так же первый раз попали. А пройти можно было реками, либо Волгой, либо Шошей. Пройти скрытно, ведь были дозоры. Как ему удалось? Ну, он был очень величайший стратег, он же не проиграл ни одного сражения, Михаил. И подошел скрытно, и он ударил так внезапно, что он отрезал Юрия, и Юрию пришлось бежать. А монголы, что называется, только успели глазами поводить, и знамена поврещись. То есть опустили. Тут есть такой момент, понимаете? Я когда консультировалась у людей, которые разбираются в рекоментировках и так далее, да, то есть, понимаете, если полк стоит рядом, то есть на том, на поле боя, да, и даже если он не участвует в сражении, вот, имеется в виду горячо, да, то есть не входит на поле битвы и не рубится, значит, с врагом, ну, или с кем-то, все равно считается, что он участвовал в битве. Участвовал. Поэтому, друзья, вы участвовали у нас, вы участвовали наши члены поводки. Ну, вы участвовали, тогда бы они должны были сложить оружие, раз, они же проиграли. Они сложили оружие, они поврещали, знамена, это они. Это знамена, а уже не складывали. Ну, я не знаю, складывали. И сколько-то с почетом припроводили. Так они же как гости ушли, да, да, это другая история. Ну, это ладно. Хорошо, вот вы уже сказали, что уже в 91-м году чуть ли не с каждого утюга в Твери, уже и Тверь была, про Михаила Тверского, дескать, кричали. И вот, на дворе 94-й год. Почему вы пришли к этой идее, а давайте все-таки создадим общество? Хочется, правда, услышать ответ на этот вопрос. Казалось бы, уж все было известно. Но об этом мы расскажем после небольшой рекламы, не переключаясь. У нас сегодня очень интересная тема, 30-летие общества в честь нашего самоизвестного князя Михаила Ярослава Тверского. Снова в прямом эфире программа «Тема дня». Она сегодня посвящена 30-летию со дня, с момента создания общества нашего князя Михаила Тверского. Ну, так скажите, уважаемые гости, почему решили создать вот это общество, когда уже и советской власти нет, уже и можно говорить про князей, все, что называется «хочешь», и вроде все уже было, казалось бы, известно. Почему? Вы знаете, мне кажется, что никто ничего не решал. Эта идея родилась из общественной потребности. Просто это было нужно. Во-первых, была такая политическая ситуация, да, выборы шли чередой один за другим, да, вот, и было такое настроение, вот, которое определилось одним таким забавным словом – москвоборчество. Да, это была идея, которую выдвинул, кстати, Владимир Гайдуков, небезызвестный, да, Тверской и философ, и общественный деятель. И действительно, у нас прокатывали москвичей, вот, как бы, начисто, и хотели, и задумались. А, собственно, в чем причина? Почему в Твери плохо относились к Москве? Ну, понятно, помнили колбасные электрички, да, Калининский мясокомбинат работал на Москву, у нас в магазинах было пусто в 80-е годы, вот, и вот что-то такое вот было в обществе, хотя мне кажется, что тут были и просто вот в генах заложены, понимаете, вот такое отрицательное отношение к Москве. И просто мне, например, подумалось, а вот не связано ли это вот с этой историей, с той самой картиной, да, хотя там, как вы уже говорили, убивает человек с азиатской внешностью, вот. Ну, в общем, где-то у нас все это сидело. Вы знаете, я думаю по-другому. Я думаю, что тоже абсолютно. Пусть по-другому. А еще раз говорю, а у нас здесь плюрализм не есть. У нас здесь не ЦК КПСС, когда все одобряется. Вы понимаете, я думаю, что уже очень многое было сделано и Георгием Николаевичем Пономаревым, и спектакль был. Конечно. И другая деятельность, там, воспитательная и прочее, прочее. Вот когда мы с ним... И уже Бортиниевский мемориал поставили. Не могу сказать, какой год точно, потому что мы вот с ним встретились в 93-м году. Вот. И у меня уже была наработка о женщинах Тверского княжеского дома. Он пришел специально познакомиться, послушать, узнать. И понимаете, у каждого, кто был, были уже какие-то такие важные и открытия, и наработки, которые нужно было объединить. Я думаю, здесь еще сыграл большую роль Марк Александрович Ильин, заведующий архивным отделом, потому что именно у него сначала был юридический адрес, насколько я помню. И там даже первые какие-то были собрания. Мы потом уже собирались в разных местах, и библиотека Герцена. И, конечно, нужно было поделиться тем материалом. И вот эта вот брошюрка об обществе в 2011-м, вы знаете, вот ее нужно было немножко проталкивать, потому что нужно, чтобы люди знали. Вот мы не дошли ни до конференции, ни до круглых столов, но все равно работа была заметна. Конечно, здесь прежде всего величина самого Георгия Николаевича. Но в одном интервью он сказал очень интересную вещь, что понятие, само название общества Михаила Тверского и идея «объединиться» исходило из уст Марка Александровича Ильина. Именно он впервые эту идею, как говорится, пустил в информационное поле. Да, она висела в воздухе, эта идея. Висела, конечно, но он ее сформулировал, понимаете. Надо еще вспомнить о том, что с 88-го года развернулось движение возвращения, возвращение Тверского имени. И в значительной степени вдохновлялись они, конечно, спектаклем Георгия Николаевича. Я же это помню. Когда мы его увидели, да, это был вот такой подъем Духа, да, действительно, нам есть ради чего возвращать это имя. Да, и Михаил Тверской, конечно, был знаменем. Вспомните, ведь вот этот первый, как бы, памятничек Михаилу Тверскому поставлен в 92-м году в городском саду. Камень. Камень, да, да. Такая стыла. Еще с четырьмя, вы понимаете, я только сейчас увидела четыре ангела. У нас сейчас их два, ну, то есть все было сделано, и это было в проекте, и статуя, все было. И Марк Александрович Ильин, Георгий Николаевич Пономарев взаимодействовали с возвращенцами. Да, конечно, конечно. Да, и, в общем, вот эта общая идеология, да, верность исторической памяти, она уже была. Это была та почва, на которой выросло общество Михаила Тверского. И многие члены группы возвращения, да, они вошли в него, это было, да, абсолютно естественно для них, конечно. Ну, можно вспомнить там и Бориса Александровича Ильин, и других, конечно. Николаевича Зубарева. Зубарева, да. Нет, ну здесь мы всех, кто вот начинал отсюда, с раскопок, конечно, Марк Александрович Ильин, раскопки, и даже разговаривали, конечно, с жителями, вот когда искали Бортенева, да, то, конечно, нужно было вот это все привести, показать, что сделано. Это замечательно, что мы не все-таки на это решились. У любого общества, как у юридического лица, у него больше ресурсов, да, в том числе и появляются дополнительные информационные ресурсы. Обществу легче выйти, например, на взаимодействие с учителями, для того, чтобы это протранслировать все в школах и так далее и тому подобное, да, потому что, естественно, нужно было эту информацию донести до детей прежде всего, потому что вопрос воспитания, вот как раз вот на сломе, да, эпох, советская уходит, эпоха, новая эпоха приходит, вопрос воспитания стоял очень остро. И Георгий Николаевич вот тоже в беседах очень часто говорил, что хотелось именно для молодежи, до сердец молодого поколения достучаться. В общем-то, именно поэтому так часто играли на начальном этапе спектакль Михаил Тверской. Ну, я так понимаю, что нам предстоит еще очень много делать, потому что, как оказалось, друзья, вот чем больше мы говорим, да, нам кажется, что вокруг нас-то поле растет, вокруг нас есть те, кто тебя поддерживает, да, единомышленники, коллеги и так далее. Но совсем недавно, не буду говорить, я удивилась, но очень многие журналисты тверские даже не знают, например, как Михаил Тверской связан с Буденовском, и почему вдруг мы с Буденовском являемся городами-побратимами. Да, соответственно, раз такой пласт, да, и выпадает, который, казалось бы, должен быть известен всем. А у нас тут новых открытий очень много. С 17-го года вот у нас был проект «Михаил Тверской путь домой», он идет сейчас. У нас материала нового настолько много, что у нас новые проекты сейчас появились. В частности, вот проект, который, он у нас в запуске, и уже идут, мы выстраиваем сейчас связи с различными городами. Проект будет явно даже международный. Называется он «Михаил Тверской, Анна Кашинская. Святые супруги» в контексте истории Дома Романовых. То есть столько еще впереди, такое количество информации нужно обработать. Имя Михаила Тверского с каждым годом прям все интереснее и интереснее раскрывается. Мне очень нравится мысль о том, что, конечно, главная эта цель общества именно просвещенческая. Просвещенческая, конечно, да. Я вот, кстати, вспоминаю, что я впервые это увидел, Георгий Николаевич, не где-нибудь, а в школе, где я был учителем, а он пришел туда читать стихи. И, да, для него это было очень характерно. Вот ему нужен был контакт. Конечно, он очень хороший артист, это непонятно, но вот в нем вот эта жажда результата, жажда вот отклика и контакта со зрителем, со слушателем, для него была очень важна. И, конечно, вот педагоги многие эту идею поддержали. Конечно, было понятно, что на чем воспитывать-то детей. Как этот патриотизм-то выращивать? Ведь одними лозунгами ты ведь не обойдешься, а тут такая яркая личность, а тут такая история и трагическая, и славная одновременно. Конечно, это надо продолжать, потому что по-прежнему, конечно, далеко не все у нас благополучно. Даже то, что мы сделали, вот Анжелика знает, что торжок, это у нас такая была больная точка, скажем так. Ну вот, статья напечатана, обубликована. А вы пояснили зрителям, то, что вы сказали, что далеко не все даже журналисты знают, о чем идет речь. Ну, буденц. Ну, как же, у нас говорят, торжок, вот он, я слышала сама тоже, проходила, ну, я прошла уже мимо памятника и слышу, экскурсовод говорит, жестокий был. Слышала, кстати, от доктора исторических наук в Шуе, когда презентовала книгу о княгине Ксении. Я ее даже спросила, откуда вы это знаете из летописи? И вы знаете, я настолько вот была и обижена, и решила сама, я в мужскую тему не вхожу, но здесь меня вынудили, потому что мне сказали, в Таржке нельзя произносить имя Михаила. Я когда вошла, текстологически, и стало все четко и ясно, видно, не Михаил Ярославович виноват. А в чем виноват, я еще раз говорю, в телезрите хоть поясни. Считается, что он разорил торжок, потому что есть житие Ефрема Новоторского, в котором написано, что вот виноват Михаил Тверской, нет отчества. Прошло 300 лет. А в 14 веке у нас было два, значит, похода на Таржок. Михаил Ярославович в 1318-м и Михаил Александрович в 1372-м. И Михаил Ярославович, значит, когда он пришел из Орды, его наместников из Таржка выкинули, значит, посадили там в тюрьму новгородцы. Потому что Таржок был в Новгородской территории. Что он мог сделать? Он князь сия Руси. И он, естественно, должен был ответить. Он торжок не разорял. Мужчины встретились на поле. Он просил выдать им неофанастик, тот, который вот эту кашу заварил. Не выдали. Умрем за Софию. И умерли. Погибло тысяча где-то новгородцев, потому что была одна скудельница. Скудельница, где хоронили погибших. А по нему что? Битва была что? Битва была на поле. Да. Мужчин. Город не разоряли. Не в городе. Нет. Город не поджигали. Единственное, что Михаил, конечно, сказал, он должен был как-то наказать. Он князь, яруси, его ослушались. Вспомните Александра Невского. Как он наказал мятежников? Овому уши обрезать, овому очи вынуть. Это средневековье. И еще один момент. Ах, вот Михаил продавал пленных. Это 1318-е. Но два века назад сами новгородцы продавали суждельцев по две нагатки. Это средневековье. Это было принято. А вот пострадал торжок в 1372 году. Повторилась та же ситуация. С наместниками тоже выгнали. И Михаил Александрович, он поджег город, оказалось с подветренной стороны. Город сгорел. А город был деревянный? Конечно. Так и большинство русских городов. Пять тысяч новоторов погибло. То есть пять скудельниц. И когда мы, мы все хотели встретиться и с администрацией в Торжке, и с экскурсоводами. И с Георгием Николаевичем мы поехали, он спектакль пробил. И у меня была полная аудитория школьники. Мне дали пять минут, пока он шел на сцену. И я только успела сказать, новоторы, вам что, не жалко своих пять тысяч? У вас, вы все жалеете тысячу новгородцев, которые виноваты были в том, что это все случилось. И они еще ведь вести переймали, они еще понимали, что они натворили, но все равно шли этим путем. Поэтому, пожалуйста, обращаемся к историкам. Все уже доказано. Михаил Руслович не виноват в этой трагедии. Житие Ефрема Новоторского, написано спустя 300 лет, уже наложение событий произошло. А текстологически это не подтверждается. Да и надо еще вспомнить 1375 год, когда объединившиеся князья с Москвой разбили и разорили Тверь. Это было всего три года спустя. Это средневековье. Тверь достаточно жесток. Кому больше досталось тогда Торжку или Твери, это большой вопрос. Это обычное было дело между усовицами. В Твери кто-то кого-то жег, кто-то с кем-то сражался, кто-то кого-то убивал. А все вот эти разговоры про там вот сказали, ах, кто-то сейчас услышит, допустим, скажет, глаза жвыклы. Ну, для средних веков. Да что там средних веков? Даже для нового времени. Это отношение к мятежникам. Ну, и для России это было вполне нормальные виды наказаний. То есть, в конце концов, не убил, замечу. Но это к мятежникам. Да. Понимаете, у Александра Невски, уже доказано тоже учеными, никогда, в отличие от своих предков, в отличие от своих детей, в отличие от своих внуков, никогда не вступал в борьбу с русскими князями. К сожалению, других примеров у нас больше. Это еще говорит о том, что у общества Михаила Тверского очень много дел впереди. В том числе и поездка в Торжок, и работа с экскурсоводами, работа с библиотекарями, с учителями и так далее. Потому что до сих пор, да, в Торжке, вы правильно сказали, экскурсоводы иногда допускают. А чего они так упорствуют? Ладно, вы отрицали факт. Вы просто сказали, ну, произошло у нас, пусть я писал человек с пунктом. А знаете... А чего они упираются-то? Тем более, мы в одном государстве уже давно, в одном регионе. И чего вот вспоминать события, так вот, упираться в 700 лет давности? Возможно, туристам интереснее подать информацию вот на таком конфликте, да. Но все-таки, да, есть историческая справедливость. Так вот, конфликт тоже был. Поэтому нужно придерживаться прежде всего ее. Мы не сказали, есть методичка. Поэтому там пока написано вот так. Надо эту методичку изменить. Потому что я тоже всегда говорила, Рюриковичей нет, Романовых нет, советской власти нет. Что мы говорим? О чем мы с вами говорим? Мы единая земля, у нас единый пантеон святых. У нас задача стоит сегодня другая. Понять, разобраться и идти дальше, как вы говорите. И поэтому вот общество Михаила Тверского выпустило вот на сегодняшний день актуальные книжечки «За други своя». Потому что подвиг Михаила Тверского, он известен, но, я думаю, не так широко все-таки сегодня. И поэтому это наша маленькая лепта. И все остальные книжечки, которые тоже идут в той же рубрике, и в каждой написано первое именно с подачи общества Михаила Тверского. Я все-таки добавлю по поводу вот этой маленькой брошюры, про которую Галина Сергеевна сказала. Вообще идея этой брошюры родилась, когда у нас началась мембализация СВО. Мы вдруг, вот Галина Сергеевна вдруг позвонила, сказала, что давайте как-то вот нашим уходящим на фронт, да, расскажем про Михаила Тверского, вот был же такой опыт во время Великой Отечественной войны, карманные брошюры. Вы знаете, мы кинули клич в интернете, потому что мы понимаем, любую брошюру нужно издавать за деньги. И мы буквально за сутки собрали, по-моему, на тираж, сколько у нас, 500 единиц, да, тираж получился? За сутки собрали деньги на такой тираж, сделали брошюру, через месяц брошюру уже раздавали нашим мобилизованным. Часть была отправлена, ну, в горячую линию, на вот линию фронта уже туда, а часть мы отправили, опять же, в Буденовск, с которым мы поддерживаем взаимоотношения. Вот уже 20 лет наши города являются побратимами. Тверь, Буденовск, имя Михаила Тверского нас и связывает. Еще два слова. Почему? Потому что моя идея была это издать, поскольку я выступала в свое время с обзором именно книги бойцы, а Анжелика предложила, давайте мы сделаем здесь, изобразим икону, потому что, с одной стороны, надеемся, что вдруг она поможет где-то кому-то спасти себя, а с другой стороны, еще и как образ, который будет. Ну и нам рассказывали, что когда раздали бойцам эти книжки, они закладывали их за бронежилеты и уходили, в общем-то, туда. Вот это еще одно доказательство того, что образ Михаила Тверского и вообще нашей истории актуален сегодня как никогда. А есть какой-то список ваших основных достижений, то, что вы гордитесь, что вот это мы сделали здорово? Это важно. Я понимаю, сделано много за 30 лет, но основное такое, чем вы действительно гордитесь, вот это очень важно было сделать. Ну то, что в Твери стоят все памятники, и появился храм Михаила Тверского, общество принимало непосредственное участие. Более того, можно сказать, что оно было инициатором всего этого процесса. Это раз. Бортиневский мемориал. Да, Бортиневский мемориал в Старице, под Старицей. Дальше Поклонный, памятный камень на месте гибели Михаила Тверского на территории нынешней Ингушетии. Да, и вообще взаимосвязь с Ингушетией. Дальше город Буденовск. То, что в 2002 году, 5 декабря, администрация Буденовска и администрация Твери подписали соглашение о побратимстве, это тоже подготовлено было все-таки обществу Михаила Тверского. Это такие, наверное, знаковые события, которые просто изменили ситуацию у нас в России. Да, у нас в России. Почему? Потому что об Уденовске, Ингушетии, Твери, вот об этом треугольнике теперь можно говорить. И мы в постоянной взаимосвязи, мы в постоянной работе. Нам бы надо наладить еще связь с теми, даже не только городами, а и республиками, и даже ближним зарубежьем, где есть и никогда не закрывались церкви Михаила Тверского. Это город Елец, и это Тбилиси. Конечно, да. С Тбилиси у нас связь, между прочим, есть, прекрасная. Позавчера было, знаете, то, что такое нам благословение. У меня подруга уехала сейчас в Грузию, и специально по моей просьбе она зашла в этот храм, пообщалась со священником, поставила свеч, прислала фотографии иконы, на которой Михаил Тверской изображен, как грузинский князь. Вот такая вот интересная икона там есть. То есть с Грузией мы в постоянной связи, а с Ельцом, с Пермью, с Алапаевском, с Орлом, с Екатеринбургом мы сейчас будем налаживать связи в рамках проекта, связанного с историей Дома Романовых. Мало кто знает, но младший сын Александра Третьего, младший брат Николая Второго, в пользу которого он отрекся, Михаил Александрович Романов, был назван в честь Михаила Тверского, знаете, и во-первых... Покровитель небесного. Да, в честь этого покровителя. И он считается покровителем небесным Дома Романовых. И когда готовились к 300-летию, Михаил Александрович возглавлял как раз комитет по подготовке к этому событию, и было построено несколько храмов, названных в честь Михаила Тверского или, например, в Ельце. Один предел был... То есть, храм был назван в честь Михаила Тверского, Александра Невского. Главный храм, да, Федоровский храм в Санкт-Петербурге имел предел Михаила Тверского. То есть, вот эту всю историю мы хотим сейчас собрать. Я думаю, что у нас и появятся новые друзья, имеется в виду города, с которыми мы сейчас будем этот проект разрабатывать. Известно, что Елизавета Федоровна Романова очень почитала Анну Кашинскую. Да, и из Алапаевска нам пришла информация о том, что у них есть там часовня, где есть икона Анны Кашинской. И они ее почитают именно в связи с Елизаветой Федоровной. Из Екатеринбурга пришла очень интересная информация. Храм, который стоит сейчас на месте Ипатьевского дома, где расстреляют царскую семью, он называется «Спас на крови». И там есть огромная икона Михаила Тверского, которая в прошлом году у нас мироточила. К нам приезжала сюда целая делегация паломников в связи с этим, для того, чтобы посетить нашу Тверь, прикоснуться к частице мощей Михаила Тверского. Вообще паломники едут очень активно. В апреле месяце приедут паломники из Перми. И мы так думаем, что... Они нам привезут еще много инфобортов. Друзья, издательская деятельность – это одно из ведущих направлений, которые мы хотим все-таки вот так выстроить. На все нужны деньги. Вот это самый большой вопрос. Наших ресурсов человеческих, Галина Сергеевна, да? Ну, собираем, понимаешь? Мы собираемся вот уже к октябрю месяцу, к Тверскому переплету, сделать брошюру, которую назовем «Святые благоверные супруги» Михаила Тверской и Анна Кашинская. Это была такая... Это очень важная прям вот потребность в этой брошюре. Почему? Потому что когда вот я, как экскурсовод, привожу автобус москвичей, да, к нашему памятнику Михаила Тверской и Анна Кашинская, рассказываю судьбу, да, именно святых благоверных супругов, понимаете? И выходят веретяне из дворца бракосочетания и говорят, о, у Петра и Февронии стоят. И у меня, естественно, вот раз услышала, два услышала, три услышала. И уже на четвертый раз родилась идея, да, надо писать, и при этом, знаете, я увидела эту брошюру. И на этой брошюре, вы понимаете, да, что имеется в виду увидела? На этой брошюре я увидела новую икону, которой у нас нет. Почему вот возникла идея написать икону, причем к 30-летию? Икона уже есть. Да, икона уже есть. Да, я говорю сейчас про тот момент, когда все это возникло. Дело в том, что у нас на иконах Михаил Тверской, Анна Кашинская или пишутся отдельно, или если они на одной иконе, они разделены полем, да, свободным. И, к сожалению, тот, кто не в теме, да, Михаил Тверской, Анна Кашинская, как будто это разные святые. У нас во всех церквях сейчас продаются в качестве свадебных икон икона Петра и Феврония. И вот родилась идея иконы, и нам ее написал Сергей Олейник. Вот она, эта икона, очень хочется показать ее. Она освящена у нас была в прошлом году, в день 21 ноября. День Архангела Михаила. Да, именно в этот день Михаила Тверской, Анна Кашинская стали супругами, да, в 1294 году. И сейчас она находится у нас в храме Михаила Тверского. Нам прислали, кстати, поздравительные адреса и благодарственные письма из Ингушетии, прислали из Буденовска. И это очень радует, да, потому что вот она живая связь. У нас праздник, да, нас поздравляют. А Ингушетия, кстати, вообще отметила прям наше 30-летие. Фантастически, да. Да, отметили они очень серьезно, в музее, да, выставка была Михаила Тверского, теперь езжало телевидение Ингушетии. Вся информация была размещена на сайте Министерства культуры Республики Ингушетия. То есть, еще раз повторюсь, они связаны с нами. Знаете, я все-таки думаю, что самое большое наше достижение будет, когда брошюры и изображения Михаила Тверского окажутся на той стороне фронта. Я держу специально. Да. Я сейчас ее страшно, вот, в горове, страшно просто передавать. Потому что, потому что, потому что, потому что, то, что происходит сейчас в Донбассе, это некое возвращение, простите меня, вот, к этому самому печальную средневековью, да, то есть, это внутри... Киевский гнездец московский. Да, да, да. Внутри российский раздор, первым, так сказать, сопротивляющимся вот этому как раз и был Михаил Тверской. Он же, идея единства Руси, да, единство Руси, это, значит, тверская идея была, которая вот была озвучена Михаилом Тверским. И сегодня, конечно, уйти от этого нельзя. Видите, как соединяется? И семейная идея, да? Да. Да, Михаила Иоанна, да. И патриотическая идея, единство Руси. Они все соединяются на имени Михаила Тверского. Ну, как может оно быть предано забвению? Я думаю, что и московские наши оппоненты поймут это, и надо забыть все эти прошлые раздоры между Москвой и Тверью. Москвичи взяли Тверскую идею. Ну, это понятно. Хорошо бы на главной улице нашей столицы, которая носит название Тверская, поставить памятник Михаилу Тверскому, княгине Ксении, а может быть, так сказать, Ярославу Ярославовичу, который с нимбом изображен не где-нибудь, а в Кремле. Друзья, нам бы... Может, просто на постаменте памятник Долгорукому табличку поменять? Нет, 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 нет. Он воспитывался 7 лет, он был наставником Даниила Московского. Наверное, самая такая вот подходящая фигура. Родственники близкие были. Но, но, вы знаете, 4 улицы Тверских и целый бульвар. Места хватит. Так что Тверской-то по ними, кстати говоря, в Москве. Памятник нам надо поставить или хотя бы памятную доску в Старице. Обязательно. Потому что Старице сейчас ассоциируется с... Ну, разумею, Евросоюз и Старицкой, которая стоит на камне. Да, а нужно, чтобы все-таки Михаил Тверской был обозначен как человек, который основал этот город. Работа у нас есть, да. И грустить нам просто некогда. Ну, можно еще вспомнить, что говорили и писали о Михаиле Тверском еще в 19 веке. Да, и Карамзин, и Ключевский. И все говорили о том, что это совершенно исключительная личность именно в нравственном плане. Конечно. Это, так сказать, образ вот такого руководителя, да, такого властителя, который может стать образцом для современных наших политических деятелей. Когда мы проводили первые конференции... Чтобы они взяли этот девиз за други своя на практику. Когда мы проводили первые конференции, я случайно услышала вот московских коллег, которые сказали, мы хотели регулярно проводить конференции, да. И они говорят, ну где они возьмут материал? Источник неисчерпаемый. Это во-первых. И мы сегодня видим, что действительно и источник неисчерпаемый, и дела, и какие-то новые открытия. И есть перспектива очень большая. И научная работа. Научная работа. Книги издаем. Будем издавать отдельно для тех... Нужны, понимаете, разные образы книги. Есть научные, а есть действительно популярные. Однозначно. Это даже важнее, потому что ученый профессиональный... Он вот почитает вот такое профессиональное издание, медиевистическое и так далее между собой. А у нас, как мы говорили, цель для простых граждан, которые нас, как вы сказали, про Будённость не знают, про другое не знают, про третье, про Торжоков, все эти мифы, как вы рассказали, до сих пор витают. Поэтому нужно, я считаю, максимально, ну не то что совсем простым языком, но тем не менее, а самое главное, вам надо выходить, конечно, в интернет, потому что, ну что там, не говори, поколение до 30 лет, они все познают из интернета. Я думаю, они прекрасно смогут прочитать эту книгу, открыв свой компьютер, включив и почитав, и тем более интернет дает огромную возможность иллюстративно очень хорошо насытить картинки, карты и так далее, что не всегда дает возможность книга, потому что книга станет дороже, понятное дело, и так далее. Она должна доступна... Экономную версию можно сделать, да, как угодно. А в интернете вы можете что угодно, какие угодно картинки, и это очень наглядно, это приветствуется, поэтому я считаю, вам надо выходить, вот, когда говорите о задачах, больше в интернет. Если вы хотите, чтобы молодежь узнавала, извините, наш просто эфир подходит к концу, поэтому я желаю, чтобы... Да, вот, очень интересно, но поэтому вот все это в интернет... Мы готовы еще раз прийти. У нас есть что рассказать. Мультики, мультики нужны. И в том числе мультики, да, сейчас все это возможно, век интернета, если вы хотите, чтобы люди узнавали, нужно все, максимально уходить в виртуальную часть, а книга, она, к сожалению, становится уделом, ну, сугубо любителей, но тем не менее, неважно, откуда получаешь знание, главное, чтобы оно было правильным знанием. А не всякие мифы, легенды и домыслы. Ну что ж, это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о том, что в нынешнем году исполняется 30 лет с момента основания общества Михаила Тверского. Его цель, как вы слышали, популяризация нашей русской истории в большом значении, Тверской, региональном. Потому что, как вот вы тоже слышали, вроде бы уже и 30 лет как общество работает, то, к сожалению, большие пробелы в знаниях у наших земляков. Ну, вот, все в наших руках, чтобы эти пробелы закрасить. Спасибо большое, уважаемые гости, программа «Тема дня». Изучайте историю нашей земли. До новых встреч. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok